Приветствую вас! Вы знаете, я бы хотел дать вам свой ответ, именно исходя из своей специализации как психолога. Потому что, к сожалению, то, что вы описываете, может быть в том числе и нарушением психической деятельности. То есть вам рекомендуется обратиться к врачу, например, к психотерапевту либо клиническому психологу, чтобы он исключил наличие у вас заболевания психического. Вот. Значит, с точки зрения психологии. С точки зрения психологии ваша ситуация может оцениваться, может рассматриваться исключительно как такая, знаете, визуализация своих возможностей, визуализация своих желаний. То есть перетекание того, что вы хотите, перетекание того, что вам нужно, того, что вам хочется, вот, в органы чувств. То есть вы говорите, что вы дома одна. А по какой причине вы дома одна? То есть хотите ли вы этого? Например, как вы относитесь к тому, что вы одна дома? Не дегочит ли вас тот факт, что вы одна дома? То есть, ну, как вы к этому относитесь? Понимаете, какая история? Вот. И мне кажется, что здесь вот именно, исходя из того, что вы хотите, с того, как вы хотите, может быть, исходя из ваших потребностей, вот, можно уже сделать вывод относительно того, что с вами происходит. Если вы чувствуете себя одиноком, например. А если вам хочется быть с кем-то, если вы нуждаетесь в ком-то, вот, то, соответственно, ваша реакция, ваши такие вот, скажем так, ну, не галлюцинации, а то, что вы чувствуете, то, что вы видите, то, что вы слышите, вот, связаны просто с тем, что вы хотите. То есть, вам хочется, чтобы вы не были одна, вам хочется, чтобы кто-то вас обнял, вам хочется, чтобы кто-то вас защитил, вот. И надо сказать, что подобная история, подобная ситуация, да, она вполне нормальная, она вполне реальна, и нет ничего плохого и страшного в том, что вы в этом нуждают. Нет ничего страшного в том, что вам этого хочется. Это абсолютно нормально. Другое дело, что, может быть, не реализовывая это, да, то есть, ну, не прилагая усилий для того, чтобы реализовывать свои желания в реальном мире, а вы испытываете такие вот сублимационные процессы, то есть, сублимация, это когда то, что вам хочется, да, то есть, то, что вы хотите, реализуется не напрямую, не напрямую реализуется, а реализуется, вот, скажем, ну, через, например, вот такого рода аспекты. При этом вы себя, да, при этом вы себя обвиняете, при этом вы себя скорите, при этом вам кажется, вам кажется, что с вами что-то не так, вам кажется, что у вас есть проблемы, вам кажется, что у вас есть сложности, понимаете? И, возможно, возможно, так же, возможно, так же вы относитесь и к, вот, как раз своим потребностям, например, не быть одной и так далее. Опять же, я сейчас не говорю, что я прав, да, вот, не говорю, что я однозначно прав сейчас, но, кто знает, в любом случае, то, что вы слышите, то, что вы чувствуете, это следствие работы вашего подсознания, следствие работы ваших психических процессов, вот. Вопрос, конечно, заключается в том, что это за процессы, какие это процессы, вот, понимаете? То есть, это процессы аномальные, связанные с психическим заболеванием, вот, в том числе и наследственными заболеваниями, в том числе и, возможно, генетические заболевания, вот. Или, значит, соответственно, это результат ваших неудовлетворенностей, ваших сомнений и внутренних конфликтов, конфликтов, вот, которые, которые у вас есть. Если это конфликт, разрешив их, мы сможем ликвидировать то, что сейчас с вами происходит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok